Всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, и это мой канал Мистер Кэт. И сегодня у нас будет ТОП 5 грустных мест Скайрима. Ну что, ребят, пятое место. Пятое место в моем ТОПе получает локация, которая находится недалеко от коллеги Винтерхолда. Возле Винтерхолд. И вот, вот здесь, смотрите. Совсем недалеко. Пробегаем. И что же мы видим? Мы видим два скелета. И капкан. Как можно понять, один кто-то смертельно попал в капкан, а второй просто сел рядом и умер. Наверное, это был близкий человек. Вау. Именно из-за таких мелочей, из-за таких моментов игра Скайрим просто лучшая. Она лучшая, потому что вот именно эти вещи как-то заставляют в нее играть и находить эти места. Капкан можно зарядить. Вау. Судя по всему, можно посмотреть, что ему просто ногу так зажало, что он от боли просто-напросто умер. Только я не пойму, почему второй не мог разжать капкан. Наверное, было уже поздно. Если осмотреть сумку, тут у нас крыло Манимарка Король червей Хм, что-то за гния такая. Да, да, ребят. Почему он не побежал, не позвал на помощь? А может быть, другая история была? Может, кто-то попал в этот капкан, а близкий ему человек потом нашел его, а он был уже мертвый. В любом случае, это грустно, друзья. Это очень грустно. Наблюдаю за такой картиной и, блин, понимаю, что все, что ты любишь, может раз, исчезнуть. И ты теряешь просто смысл этой жизни. Обалдеть. Ладненько, друзья, давайте отправляемся к четвертому грустному месту. На четвертом месте, на четвертом месте у меня локация святилища Переайта, но здесь недалеко. Где-то, где-то, где-то вот здесь. Поставим маркер, ныряем сюда и наблюдаем. Давайте развернемся. Ночь. Не хочу, чтобы была ночь. Давайте дождемся утра. Я же вампир. Спускаемся сюда. Ниже, ниже, ниже. вот так вот. И здесь мы можем наблюдать девушку, которая убитая и голенькая. Недалеко от нее мы можем видеть вещи. Ее вещи, дневник, кошелек. 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 Украшения. И, о, черт. Вау! Изгои? Изгои? Ребята? Вот, наверное, кто ее убил. Да? Скорее всего. Скорее всего, они ее и убили. Так, лучник. А ну, иди сюда. Кто-кто? Хоркер? Кровавый хоркер. Отстань. Отстань, отстань, отстань. Ну, что ж, ребят. Ее убили, и у меня такое чувство, что еще кое-что сделали. Ну, я думаю, вы меня поняли. Потому что она в такой позе. Давайте почитаем ее дневник. Папа рассердится, если узнает, что я опять тут купаюсь. Так она сюда ходила купаться. Но я ничего не могу с собой поделать. Плевать мне на изгоев. Я люблю плавать в прохладной воде. Это так приятно. К тому же сейчас война повсюду. Эти тикари и нос из палаток высунуть не смеют. Так что схожу-ка я скупаюсь еще разок на свое любимое место. Обалдеть. Обалдеть, друзья. Ну, теперь все понятно. То есть она тут купалась? Да ладно! Тут по колено воды! Это да. Да. Видимо, как раз те изгои и убили ее. И, наверное, еще кое-что сделали. Потому что девушка симпатичная. Печально. 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 Родители будут переживать. Третье место. Третье грустное место. На третьем месте у меня локация. У меня грустная локация в забытой долине. Святилище. Святилище снежных эльфов. Тут сразу несколько, несколько грустных моментов. Когда я проходил, я просто был поражен. Ну, во-первых, давайте рассмотрим этого скелета. Который, я не знаю, его просто оторвали ему ноги. Просто оторвали или разрубили. Он так схватился за за это святилище. Он не хотел отсюда уходить, но я не знаю, кто мог такой взяли, тянули и просто просто оторвали ему ноги. Он так и умер. Это с ума сойти. Если мы пройдем дальше, то мы можем увидеть, что здесь кто-то просто запрятался под столом и умер. Видимо, родители хотели достать его, но что-то пошло не так. Это, наверное, мама и папа, а это сынок. Офигеть, друзья. Просто блин, не то крикнул. Извините, ребят, я не хотел. И еще прям прямая отсылка, грустная отсылка и пасхалка. Я думаю, многие уже поняли, что это Титанику. Да, это 100% пасхалка к легендарному Титанику. Все мы помним этот момент, когда Ди Каприо бросает руки и тонет. Господи, даже я, когда маленький смотрел, плакал. Я серьезно. Ладненько, давайте ко второму месту отправимся. Поехали. Друзья, второе место занимает локация недалеко от логова Сольюнда. А вот где-то здесь. Да? Да. Где-то тут. Давайте ныряем сюда. Ночь. Ночь, ночь, ночь. Немного подождем. Отлично. Разворачиваемся. И я бегу вот сюда. Тут прям тропинка. Вот такая вот. Да, 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 да. И вот мы пришли. Так, вот тут нас палатка и медведь. Привет, мой дорогой. Отдохни. Ну что ж, здесь, здесь, друзья, мы встречаем двоих убитых. Первый это Тальвур. А вторая это, кстати, она моя землячка, бритонец. Здесь есть дневник. Дневник Кораны. Давайте его почитаем. Восьмой день месяца, начало мороза. О, тальвур. А, так это тот Тальвур, который там убитый. Милый, драгоценный Тальвур. Не могу перестать о нем думать. С того самого момента, как я впервые увидел его на рынке, мое сердце больше мне не принадлежало. Но папа никогда не позволит мне выйти замуж за просто людина. И тем более за бедного данмерского шахтера Мара. Что же делать? Еще одно письмо от Тальвура. Третье за неделю. Он пишет, что не может жить без меня, что скорее умрет, чем отдаст меня другому. Ах, чувствует то же самое. Я больше не могу терпеть это положение. Папа наверняка скоро все узнает. Все служанки взбудоражены по поводу моей тайной любви. Что нибудь просочится. К тому времени мы с Тальвуром уже должны быть далеко, иначе папа поднимет против него весь предел. Ага, 22 день месяца первого зерна. я уговорила папу взять меня с собой в следующую поездку на восток. Когда мы доберемся до постоянного двора в старом холдене, я ночью сбегу и встречусь с Тальвуром в холмах над логовом Солюнда. Хм. Тальвур говорит, что последние несколько месяцев он откладывал со своих заработков, и на холмах есть старый пень, где он спрятал накопленное. Теперь мы сможем нанять экипаж до Рифтона к нашей свадьбе. Ах, любовь моя, каждый час ожидания дает с таким трудом. Обалдеть. Обалдеть. Да, вот такая вот грустная история. Они хотели пожениться. Но чертов медведь их убил. Так, стойте, там же говорилось за пень. Старый пень? Это он, да. Здесь мы можем видеть двимский меч, немножечко золота, королева волчица. Ну, что мог накопить шахтер? 42 монеты. Но, тем не менее, ужасная, ужасная, грустная история. Ну, первое место. Первое место в моем топе грустных локаций. Ребят, ну, первое место. Первое место и, как по мне, одно из самых грустных мест, которые я только встречал. Находится недалеко от камня-хранителя. Ну, где-то вот здесь. Это локация. ой, камень от ранаха, хранителя. Давайте сюда отправимся. 12 часов ночи, нужно немножечко подождать. Отлично. И вот, вот, нам просто-напросто нужно бежать прямо. Прямо, прямо, прямо. Когда я встретил это место, я просто обалдел и, наверное, минуту наблюдал. Тут не нужно лишних слов. Нужно просто-напросто это увидеть. Лично для меня это было очень грустно и необычно. После этого места я понял, что это просто офигенная игра. Просто обалденная. Блин, блин, этот застрял. И вот, вот, что это за место. Это великан. Великан, который грустит по своему другу. С ума сойти. Просто с ума сойти. Я не знаю, почему, но, друзья, убитое животное таких размеров мне почему-то жалость больше, люди. Но это лично для меня. Если у кого-то есть, конечно, свой топ, то вы можете написать, какой бы вы сделали на первом месте. Но для меня это реально очень грустно. Ну, все знаете, что великаны ходят вместе со своими мамонтами. Это просто как будто его друг. Он никогда его не бросает. Я сколько раз сюда не возвращался, я его никогда не убивал, потому что это не знаю. Это просто невозможно. вау. огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и пишите комментарии. Также, если вам понравилось это видео, порекомендуйте его друзьям. Спасибо, друзья. Спасибо. Доброе счастье вам. Это был канал Мистер Кэт. Меня зовут Герой Ван. Всем пока.